Узову виллай ампинал шейтану раджин бисмиллай и рахмад и рахмм Алхамду виллай рабилля амин Ассалату вассалам аля мухаммадин ва аля алихи вассахбихи и ажмайин амма ба'ад Сегодня, если не ошибусь, наша будет уже пятый урок по Сирии И мы, иншалла, сегодня дойдём до маулида Паса Николая саляллаху алейкум То есть сегодня у нас будет всё до рождения Паса Николая саляллаху алейкум Что произошло? И на следующем уроке у нас будет уже само рождение посланника Аллаха, саллиллаху алисалям. Значит, перед тем, как начнем, или вернее, может, сейчас даже, после того, как Ибрагим ушел, после Ибрагима стоял или смотрел за домом Исмаиль до какого-то времени, пока он не умер. После этого его дети тоже смотрели за Кабой, присматривали все, что происходило вокруг Кабы и, скажем, самой Мекки, дети его. До тех пор, пока не пришел Мудаду бну Амрин, аль-Джургумий, он является их дедушкой. И этот дед, скажем, тоже провел немалое время, или Джургум, это племя, очень даже долгое время смотрела за Кабой. То есть полная ответственность была на них лежала. И они смотрели за Кабой до тех пор, пока не перешли границы. Перешли границы в том, что они начали брать деньги или имущество Кабы и тратить свои интересы. Конечно же, людям это не нравилось. И одно из племен Хузаа, они те, которые напали уже на Джургум, чтобы овладеть этим местом Меккой и полностью править Кабой и самим городом. После того, как Хузаа победила Джургум, Джургум перед тем, как уйти, то есть когда они уже почувствовали проигрыш над Хузаа, они закопали замзам. Тот источник замзама они взяли, закопали. Туда кинули все драгоценности, которые у них оставались, они взяли, кинули в замзам и сверху землей зарыли ее. Это одно из самых важных вопросов, которые произошло с замзамом, потому что мы сейчас в дальнейшем, в этом же сейчас уроке, увидим, кто раскопал это, на ком это было. И здесь хотелось бы вспомнить вопрос о фикха относительно то, что мы здесь видим, то, что Джургум, они взяли, что сделали? Они закопали свое имущество в этом месте. Можно ли по шариату подобные действия делать, имущество закопать? И здесь ульяма упоминают то, что, как вопрос о трофее, они говорят то, что можно трофей брать и портить его. В тех случаях, когда ты не можешь их нести, если человек не может их взять, нести, трофей, он его может испортить, чтобы потом не попалось в руки неверующим. И ульяма говорят, даже, потому что мы знаем, трофеи разные виды бывают. Ладно, если вещи, понятно, он может сжечь или закопать. Но если животные, то ульяма говорят, если, например, у него скот, то в этом случае он может заколоть ее. Можешь заколоть и одно изменение даже сжечь после этого. С той стороны, потому что ульяма говорят, если кафиры особенно, кафиры особенно, есть такие течения у куфаров, то, что они кушают мертвичину, этим самым даже поклоняясь. Если ты заколол животное, оставил ее, они поедят, им польза тоже будет. Либо ты им оставил живую, либо ты оставил им мертвую, и то, и то им польза. И поэтому некоторые ульяма подчеркнули, что даже в этом случае потом в дальнейшем сжигается, чтобы ни в какую, ни в каких бы обстоятельствах не было, они смогли использовать свою благо или пользу. Также из самых жестких, наверное, мнений этого вопроса, это ханафиты, которые сказали в вопросе, если приходится оставлять кафиров, женщин, детей, то оставлять настолько, чтобы они потом, после этого, скончались. Их не трогать, но оставить так, чтобы они не смогли никуда двинуться и на месте скончались, да, скажем, от голода, отсутствия воды. Поэтому многие ханафиты, как бы, скажем, порицали это высказывание с той стороны, то, что шариат запрещал убивать и создавать причины, чтобы они умирали подобным методом. Но те, которые разрешили, они сказали с той стороны, то, что, типа, если женщин оставить, то они могут потом родить еще маленьких, и потом они будут, вырастут и против ислама будет. С таких сторон, как бы, они подкрепили свое мнение, Аллаху Алим. Однако, многие ульяма говорят, то, что, если женщин оставлять, детей оставлять, то есть, ты не можешь их брать, ты их выбрасываешь, то есть, оставляешь их, сами разбираются, что им делать. Поэтому мы видим, то, что в исламе это упоминается вещь, когда человек проигрывает и отступает, уходит, и у него какое-то имущество, он может, или даже в какой-то мере, если он знает, что кафиры это возьмут и будут против тебя использовать, должен ее испортить. Должен ее испортить, чтобы в руки не попало неверующим. И подобная картинка здесь происходит в этом случае. Чтобы драгоценность никому не досталась, или даже больше, чтобы никто не знал, где замзам находится, а мы знаем, источник замзам, это на самом деле большая милость, что в такой местности там воды нету. Это один из основных источников. Из-за этого они максимально хотели, навредить и закопали замзам. Дальше идем. После того, как овладела Хузаа этой местностью, она овладела ею немалое время тоже. Пока не пришел Куса ибн Келяб, он взял, женился на одной из тех, которая была дочерью главным по Мекке. то есть, Холейли его звали, он был в исполнении Хузаа. Он владел на то время Меккой. То есть, полностью власть у него была. И он на его дочери, Хобба, ее звали, он на ней женился. И после того, как ее отец умер, он посчитал, что он должен теперь, на нем должен, ему должно перейти владение Мекки. и собрал Курайшитов и многие другие племена против Хузаа. И между ними была большая война, и в этой войне Хусей выиграл. В этой войне он побеждает. И значит, полностью переходит ему власть уже над Меккой. И также, здесь надо подметить, что в Мекке были ключи, которые он ими владел. ключи от Каабы. Никто не может к Каабу зайти без его разрешения, значит, ключи у него хранились. Также сикая, а это поить тех, которые делают обряды хаджа. Также из рифада, рифада это кормить тех, которые делают хадж. Лева у нас получается знамя. Знамя тоже у него находилось, и все, которые хотели, или когда бы не выходили в поход, это должно было быть с его поручением. Он давал, кому решал знамя. И также надва это то место, там, где собирались, то есть там, где происходила шура. Он владел местом этим, положением шурой, все, что происходит, происходит с его приказа. Теперь Кусей, у него родились дети, и он свое полное владение над всеми этими, скажем, качествами, которые я сейчас упомянул. Он передал своему одному из сына Абдудар, который тоже владел некоторое время. Потом Абдудара дети тоже начали, к ним перешло после Абдудара. Однако двоюродные братья, между ними произошла фитна, они тоже захотели владеть частью Мекки. И после небольшой фитны произошел Сульх, что часть перешла, как, например, поить и кормить, перешло уже Абдул-Манафу, а остальные остались у тех же сыновей Абдудара. Что касается Абдул-Манаф, Хашим, сына Абдул-Манафа, он овладел, то есть он был тот, который смотрел за паением и питьем воды, он полностью смотрел. И как приходится, что Хашим это тот, который придумал две рехли, два путешествия, которые были зимой и летом. И в его время Хашима времени, то есть Мекка, улучшилась со своим состоянием. Также приходится то, что Хашим, когда выехал в путь, он слез, остановился в Медине. И в Медине он женился сальма, та, которая родила ему сына Шейба. И это был Абдуль Муталиб, уже получается дедушка посланника Аллаха салли Аллаху алейхи вассалям. Его звали Шейба. Шейба почему его звали? Шейба что такое? Это седина. Седина. То есть у него была седина на голове. И за то, что у него было седина. Его в честь этого назвали Шейба. И конечно Хачим умер быстро после того, женился. И ребенок остался у матери. А владением над Меккой стал Муталиб. И Муталиб когда завладел перешла ему власть в Мекке он вспомнил что у него есть племянник сын Хачима Шейба или Абдуль Муталиб. Муталиб вспомнил что у него есть племянник и пошел за ним Медину и попросил его матери чтобы она дала ему она противилась не хотела давать но в конечном итоге она дала ему и когда она дала ему он забрал его и въехал в Мекку когда заезжал в Мекку он его за себя посадил и народ когда увидел что Муталиб идет с кем то сзади него мальчик практически совершеннолетний они подумали это раб какой-то и сказали Абдуль Муталиб раб Муталиба и после этого после этого случая люди забыли имя Шейба и знали его как Абдуль Муталиба то есть это была причина почему его звали Абдуль Муталиба и когда умирает Муталиб перешло владением над Меккой уже Абдуль Муталиб он начал владеть Меккой ему все ответственность перешло и теперь важный вопрос что замзам как мы сказали замзам закопали теперь Абдуль Муталиб когда стал правителем ему сон приходит за замзам где-то находится замзам несколько раз пришел ему сон описывая место где закопали замзам и когда он увидел несколько раз этот сон и когда ему точно уже описали во сне где это находится он пришел на это место со своим одним сыном Харисом он с ним пришел и начал копать Я ищу воду. Замзам. Потому что они знали, что замзам есть. Знали, что есть замзам, но его закопали. Но никто не напрягался найти это место, забытое. Но когда он сказал, я знаю, где замзам, они удивились и как бы надсмехались над ним. И после этого, через какое-то время, некоторых хадисов, хоть в этом смысле, много да'фа, много слабостей, как у ляма упоминают. То, что слабостей в револятах очень немало есть. Их немало пришло тоже. В одних местах пришло, что он три дня на третий день наткнулся уже на воду. Когда он увидел воду, он обрадовался. И это услышали все те, которые порицали его. И прибегают и говорят, когда увидели, что он наткнулся на воду, они говорят, нам тоже в этом в этой воде, нам право тоже есть. То есть не только ты сейчас будешь овладеть ее, не ты будешь единственным хозяином, однако мы тоже сейчас должны быть хозяином вместе. Почему? Потому что это от Исмаиля, а мы тоже к нему относимся, как и ты, так что давай будем делиться. Он говорит, нет, это мое только, потому что я нашел ее. И они начали спорить. И потом пришли к тому, то, что они пойдут предсказателю, который решит их проблему. Они договорились, пойдем. И собрались, и пошли все вместе. По дороге, по дороге у них закончилась вода. Они сильно устали. И не могли уже передвигаться, настолько устали. И остановились, не зная, что делать. до того, до той степени, что они решили, что это последнее место их остановки, и они умрут сейчас. И сидели, и Абдуль Маталик предложил, давайте хотя бы каждый яму себе скопает, что если кто-то вдруг первый из нас умрет, хоть будет яма быстро закинуть в эту яму, а не так, чтобы мы остались на земле. И каждый скопал себе яму и ждал своей смерти. И потом, конечный итог, Абдуль Маталик решил, нет, так дело не пойдет. Сидеть, ждать своей смерти неправильно. Все-таки будем идти дальше. Только он сел, тронулся, и с земли пошла вода. То есть, с того места, откуда он тронулся, с земли пошла вода. И все выпили, и удивились, и сказали, если тебя Всевышний сейчас напоил в этом положении, точно так же, значит, он тебя хотел выделить в Мекке. Поэтому это будет твое право, и мы оставим эту воду тебе. То есть, они поняли, как бы это чудо, или это указывает на то, что это Мекке, он должен смотреть за водой. В этом рассказе, как я сказал, тоже у Алима упоминает, там многие ревояты пришли, и много слабостей, просто к историческому факту, что ученые в книгах пишут с такой стороны, потому что в некоторых местах пришло, что дождик пошел именно ему. То есть, в некоторых местах о дождей говорится вообще. Не с земли вышла вода, а сверху получается. Поэтому, с такой стороны, как тарих, как история, что у Алима упоминают в книгах, с такой стороны упомянули. Теперь же, замзам имеет на самом деле свое качество. То есть, как посланник Аллаха, саллиллаху саллиллаху саллим, упомянул, что из качеств воды замзама она является как еда. Иннаха, там вот том, то, что она точно такая же, как еда. Как понять? Вот ты поел еду, чтоб наесться. Вот точно так же ты можешь выпить и быть сытым. Это качество воды замзама. В другом реваяте пришло вощифаус сухам. И она является лечением для больного. Это тоже из качеств воды замзама. В другом хадисе пришло мау замзам лима ащури баля. Вода замзам для чего ты выпьешь, для того она и будет. То есть, если ты воду пьешь и делаешь дуа, то дуа будет принята. Ты просто выпьешь, чтобы было что-то. Пришло в слабом хадисе подобное слово не замзам, бадинджан. Бадинджан у нас баклажан. В слабом хадисе у лима говорят, то что типа баклажан, если ты поешь, сделаешь дуа, будет принято дуа. У лима говорит, это хадис подставленный. То есть, недостоверный хадис. Поэтому достоверный хадис за замзам. В другом хадисе проводится ибну аббас проводит. То, что он сказал. Если ты будешь пить замзам, то направься на кыблю. Потом скажи бисмилля. Потом выпей воду. много. То есть, побольше пей воду замзама. Напиваться водой. А если ты закончишь пить, после того, как ты напился этой водой, скажи альхамдуллах. И после этого он говорит. Фаинна Расулула саляву альсам каан инна аятан ма байна нау байна лмунафиқын аннахум ла я тадаля уна мин замзам. Как бы скажем, разница между верующим и мунафиком то, что мунафикы не напиваются замзам, а верующий напиваются ею. То есть, это хадис приводит Хаким и ибнумаджа от ибнумаббаса. То, что он сказал, то, что приписывая посланник Аллаху эти слова, то, что верующий он напивается водой замзам. И здесь есть масали, который хотелось упомянуть этого вопроса, если мы тронули воду замзам. А это просто задавался такой вопрос неоднократно даже, то, что если много воды, простой воды возьмем и у тебя замзам есть, осталось немножко замзама и ты хочешь, чтобы как бы все-таки чувствуешь, заканчивается вода замзам и берешь, смешиваешь с простой водой. Можно ли потом сказать, что это становится вода замзам? например, у тебя стакан замзам остался и ты наливаешь на ведро, чтобы потом сказать, вот у меня замзам. То, я сейчас вижу то, что это не является водой замзам. С той стороны то, что мы смотрим то, что большинство галиб, большая часть простой воды, а не вода замзам. Из-за этого нельзя сказать, что это будет замзам. На нее не скажешь замзам. Поэтому на нее скажешь вода простая, ну туда налили немножко замзама. Точно так же если у нас было бы ведро замзама и мы налили бы туда простой стакан воды, мы бы сказали это замзам. Ну туда немного налили простой воды. Но остался бы замзам. Качество, потому что там большая часть воды замзама свои вкусы или свои качества она не потеряла. Но если человек скажет, а что сделать с тем большинством ученых, которые говорят, если ведро вода есть и капля надчаса попала, то это вся ведро воды, туда попадает одна капелька и эта вода становится надчасой мгновенно. По мнению большинства ученых. Тут же так же нужно сказать, если капля замзама попала, вода становится замзам. Нет. Улима, когда говорят за надчасу, они отделяют от всех других вод. Потому что надчаса, на нее пришел отдельный контекст. Во-первых. Во-вторых, надчаса человека понимает, что это скверная нехорошая вещь. И поэтому нельзя сравнивать ее с простой вещью. Из-за этого здесь есть контекст за надчасу. И то, что внутренность человека не принимает ее. Поэтому это не будет одинаковым сравнивать замзам с надчасой. Можно эту картинку сравнить наоборот с другой вещью. А это когда бывает вода использованная. у нас бывает вода использованная. Например, человек воду сделал омовение. И эта вода мустама использованная вода становится. И эту воду ты когда по мнению большинства с этой водой ты не можешь потом омовение опять делать. Использованную воду ты не можешь опять омовение делать. По мнению большинства. И получается улема говорят если то налить много воды нормальной то эта вода будет дозволенная. Она становится что я могу не делать. Значит, говорят, много налить. И почему они говорят, что она чистая? Потому что большинство воды там было чистая. И она взяла все то, что там было немного воды из использованной воды. Точно так же и с замзом. Поэтому, я думаю, замзом будет правильно сравнивать с водой использованной водой. А не с нэджасой. Ладно. Идем дальше. Значит, это первое было у нас, братья, что связано с Абдульмуталибом. Значит, у нас связано с Абдульмуталибом. То, что он наткнулся на замзом. Раскопал то, что было закопано. Теперь второй случай с Абдульмуталибом. Жизнь Абдульмуталиба происходит второй случай. А этот случай очень сильно связан с первым случаем. То, что Абдульмуталиб дал обещание, что если у него будет десять детей, он одного из них убьет. точно так же, как Ибрагим, алейхиссалям, должен был сделать с Исмаилем. Абдульмуталибом. хотел убить одного из своих детей, если у него будет десять. Абдульмуталибом. Ибрагим. 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 Указывающий либо на это, либо на это. А может быть, на самом деле, даже и обе могут быть. Потому что они обе друг другу не противоречат. Теперь одна из причин, почему он решил убить своего одного сына, если у него будет десять детей, а это когда он откопал яму, мы помним, он наткнулся на воду. Народ прибежал и говорит, мы тоже хотим быть хозяевом этой воды. Мы тоже хотим быть с тобой вместе с этой водой. А он говорит, нет, я один буду. Они начали давить на него. Давить начали на него. И он не смог себя защитить, потому что он был один. И он в тот момент сказал, если мне Аллах даст десять детей, которые защитят меня. То есть, представляем, у него было бы десять детей. И у десяти трех там дети еще. То есть, большая семья смогла бы защитить меня в этот момент. И он ему обидно стало в этой картинке, когда на него надавили и не почувствовал он помощи вокруг, никого нету. Он сказал, если у меня один будет, я убью одного. То есть, десять детей у меня будет, то я убью одного из десять трех. Это одна причина была. А вторая причина была, как пришел в другом хадисе, который проводит Хаким Муавия в этом хадисе потом поясняет, что он это сделал, хотел сделать шукран, то есть, благодарностью Всевышнему. Он хотел, скажем так, он хотел много детей, и если мне все ждать Всевышнего в делах десять детей, это на самом деле немало, то я как благодарность Всевышнему возьму и убью одного. Это предание проводит Хаким уже. Поэтому мы видим, в одном месте указывается, он хотел как бы от обиды, в другом месте как благодарность, и на самом деле это не будет друг другу противоречить. И как благодарность, и чтобы защищали меня, и все, и все, что тоже может быть. И когда у него родились десять детей, он как бы выбрал, пошел путем стрел, у них как бы гадали на стрелах, и выпала на Абдулла. Выпал на Абдулла. Абдулла, он был один из самых любимых детей Абдуль-Муталиба. Абдулла был отцом посланника Аллаха салюллаху алейхи вассалям. И стрела попадает на него, его надо убить. И он решил это сделать. Но однако людям это не понравилось. Люди начали родственники и начали останавливать его. Либо от родственных связей так не пойдет, либо как аргумент приводя то, что если ты это сделаешь, ты сделаешь подобную сунну, то есть подобное для других примером будешь ты этим самым. Не нужно такой пример показывать другим людям. То есть те, которые останавливали его, конечно ставили свои аргументы каждый. И здесь он все равно его никто не может остановить, он идет на своем. Но конечно не только из самых сильных предложений, которые ему понравились, когда ему предложили, а это пойти предсказателям. Которые на самом деле решат, что сделать лучше. То есть по их мнению, да, в то время, как мы знаем, это был известный метод, который противоречит Ас-Слу-Шариату, а это ходить предсказателям. Но он решил пойти, как бы посчитав, что это лучше. И после этого, когда они пошли, предсказатель дал такое, как бы скажем, предложение. Сказав то, что поставьте стрелу на верблюда и на Абдулу. Если будет проходить, стрела будет показывать, сколько бы не показывал стрела на Абдулу, то значит 10 верблюдец добавляйте, 10 верблюдец добавляйте с каждым разом. Сколько бы вы не кидали и стрела не показывала, на Абдулу вы должны ставить на кон еще 10 верблюдец. И они так и сделали. И стрела 10 раз показала на Абдулу, это означало 100 верблюдец надо заколоть. И на 11 раз показала на верблюдецу. Это указывает значит все стоп. И они закололи взамен Абдулу закололи 100 верблюдец и оставили их животным. И этот рассказ указывает на то, то что как бы как пришел в хадисе Ибду Забихаин как один из людей который пришел посланник Аллах сказал ему ты сын двоих которых должны были убить. Это Исмаил и Абдулла. Это Исмаил и Абдулла. После этого случая когда Абдулла подрос Абдулла думал надо своего сына женить. И думал кого бы взять из самых знатных в то время была Амина а он решил ее взять. Взял своего сына Абдулу за руку и пошел к ней. Пришел и женил своего сына и у них как из обычаи было то что три дня остается у жены. Абдулла остался у Амины три дня после этого он забирает ее к себе. И здесь интересный случай хотелось бы упомянуть. Хоть сразу скажу у Алиама когда говорят вот этот интересный случай который я расскажу за Абдулу что произошло у него когда он шел жениться на Амини то у Алиама много сказали насчет этих слов вокруг него много разговора. А это какой случай? Случай тот что когда Абдулла шел своим отцом Абдулла взял его за руки и идет. и по дороге стояла женщина. По дороге стояла женщина. Одной реваяти приводит что ее зовут Кутейля. Ее зовут Кутейля. Она являлась сестрой Варакат и Блинауфаль. Она себя предложила. Она себя предложила. И как упоминается в некоторых преданиях то что она увидела Нур какой-то свет над ним. и хотела чтобы этот свет упал на нее. В некоторых местах приводится что это была другая как бы Фатыма. Она была из тех которые знала книги знала Ахлю Китаб. Много читала. И она увидела в нем что есть как бы пророчество в этом человеке. И хотела чтобы он как бы сблизился с ней. И здесь Ишкаль конечно большой происходит. Она попросила чтоб он женился на ней или попросила сделать прелюбодеяние. И то и то указывает. Некоторые реваят на это указывают. Взамен она даже говорила я готова дать сто верблюдов. столько сколько за тебя отдали закололи чтоб тебя не убили. Поэтому ульяма обычно когда такую вещь упоминают этот случай та которая предложила себя они обычно хоть шеер стихи пришли указывающие на это они как бы пытаются закрыть это или лучше не упоминать или если упоминать то говорить быть может там другое что-то имелось ввиду потому что разные реваяты пришли поэтому Аллаху Алим на самом деле это было или нет хоть это упоминают и также как бы стараются скажем так обходить этот вопрос потому что нету файды на самом деле после этого Амина когда он женился на ней она забеременела и Абдулла мы знаем он занимался торговлей как и все занимались торговлей и он выехал в путь и на обратный путь он заболел и там пришла ему смерть и большинство уляма сказали что Абдулла отец посланника Аллаха салли Аллаху алейхи вассалям умер когда посланник Аллах еще не родился в этом вопросе хиляф между улема он умер отец умер после того как родился посланник Аллах салли или еще когда он был в животе в этом вопросе идет хиляф некоторые даже попытались сказать что большинство говорят что он когда уже родился некоторые в обратное говорят поэтому в этом вопросе есть хиляф и одно изменение того что он пока еще не родился и это сказал Ибн-Уль-Каим и многие другие ученые этого вопроса Аллаху алейхи теперь переходим на случай который в действительности один из это будет наш последний случай перед тем как родился посланник Аллах салли и это исторический случай то что как мы знаем за тех кто тот человек который хотел разрушить Каабу тот человек который взял слонов и направился на Каабу этот случай все что Аллах Курани тоже рассказывает этот случай на самом деле с этого случая очень много уроков для мусульман и этот случай как у алама говорят он был одной из мнений за 30 дней до рождения посланника Аллаха салли одни говорят за 40 дней другие за 50 дней другие за 55 дней но прям перед рождением посланником Аллаха салли Аллах происходит случай и тоже с Абдульмуталлибом тоже получая с Абдульмуталлибом значит у нас три случая с Абдульмуталлибом это последний случай значит теперь перейдем в саму кысу как это произошло что было вообще Брага известный один из правителей Йемена он он был из скажем настальников или его отправил эфиопский правитель там была долгая история как он добрался до Йемена и овладел Йеменем и что происходило в его правлении и один из случаев он решил построить церковь потому что Эфиопия были христиане и он решил своему правителю сделать небольшой подарок построив самую большую церковь которая есть ее назвал Кулейс построив эту церковь он зачем это сделал построил он на самом деле хотел как бы скажем отвлечь или по-другому он когда узнал что арабы направляется на карбу все делают хадж в карбу он решил сделать подобной карбы такую мечеть чтобы все туда направлялись все туда шли более известное место хотел сделать чем карба и когда он ее построил он ее называл Кулейс причина почему Кулейс от слова Калянсова то есть это головной убор то есть когда они поднимали голову чтобы посмотреть высоту этой церкви у них головной убор падал настолько он высокий то есть в метражах сегодня не знаем сколько это может быть в метражах смысл очень высокая церковь то есть значит одна из первых причин или один из ривоятов пришло то что он построил из такого соображения а это чтобы всех арабов попытаться или отвлечь от Кабы на это место второй ривоят пришел то что некоторые племена из арабов когда пришли из-за торговли Хабаша то есть Эфиопию они около церкви сели передохнуть и зажгли огонь и когда тронулись они в путь оставили огонь ветер подул перешел на церковь и сжег церковь и им это не понравилось правителю и как бы что приказал чтобы скажем направились на Кабу здесь тоже идет как бы смысл они приказали направиться на Кабу так же приводится в предании то что когда построили эту церковь один из арабов когда узнал что эта церковь построена для того чтобы отвлечь арабов от Кабы когда он узнал это у него ревность появилась он взял стал направился на эту церковь нагадил в этой церкви и убежал нечего строить то есть ревность получается мы видим здесь две причины одна причина потому что построили церковь и нагадили в ней а другой ревоят указывает то что сделали огонь небольшой этот огонь перешел на церковь сжег их в ней церковь то есть два ревоята идут указывающие на причину почему трогаются на Кабу почему войско стало и направилось на Кабу и мы видим первая причина а это то что он построил церковь чтобы отвлечь всех арабов на это место с той стороны на самом деле Ляма упоминает как сиаса политика с политической стороны человек когда зашел в чужую страну в чужое место все обиженные бывают обычно народ бывает обижен и он берет строить вещь чтобы отвлечь их от этого и чтобы поднять свое экономическое состояние если все кто будет приезжать будет хорошая торговля экономика страны поднимается а вторая причина указывает или второй ревоят правильно сказать указывает на то то что когда сожгли их в церковь у них гнев появился из-за гнева как это наши церковь сжигают мы то их не укабу разрушим так скажем такой логикой и теперь трогается 60-тысячная армия после этой случай трогается на каблу и в этой и с ними присутствовали фейль а это слон от 9 до 13 слонов как проходит от 9 до 13 слонов и это можно природнить то есть взяв слоны то то что не было распространено использовать в войне слонов то то что не было в то время распространено это можно сравнить из военной стратегии как сегодня например используют самолеты танки или ядерные бомбы то есть есть вещи которые устрашают верблюды есть лошади есть не не пойдет нужно что побольше значит есть вещи которые используются для того чтобы устрашить и в современной ситуации то что упомянул и также можно из логики посчитать то что слон могут использовать для разрушения кабы потому что кинув цепи на слона обмотав кабу оно может разрушить на самом деле тоже может быть из причин зачем взяли слонов значит там может быть либо для устрашений либо для разрушения кабы и то и то на самом деле не противоречить могут быть эти две причины тоже после того как они тронулись приходится некоторых тоже слабых ревоятах то что некоторые племена нападали решили остановить это войско но не смогли ничто сделать и когда они уже приблизились к Мекке место называется Аль-Мухаммас рядом с Меккой когда до этого места они дошли они своровали 200 верблюдец Абдуль-Муталиба своровали 200 верблюдец Абдуль-Муталиба и остановились в этой местности и отправили человека чтобы пришел самый главный их этой местности Абдуль-Муталиб приходит заходит разговаривать и Абрага когда с ним разговаривал или перед тем как начать разговаривать когда он увидел Абдуль-Муталиба он увидел в нем качество большого человека то есть главный такой армии только увидел Абдуль-Муталиба встал и принял его даже не начал ругаться нет принимает его как скажем своего друга как в описаниях приходит и посадил его и как только начал разговаривать Абдуль-Муталиба говорит дай мое то что ты у меня забрал 200 верблюдиц он ему говорит подожди я пришел разрушать твою Кабу ты главный над ней а ты у меня просишь 200 верблюдиц которые я тебя забрал то есть у тебя больше нечего сказать мне то есть на самом деле удивительно да скажем так внешне Абдуль-Муталиб говорит 200 верблюдиц у них есть хозяин и я их хозяин а у этого дома есть свой хозяин его хозяин Всевышний Аллах и он ее сохранит то есть это не мне ты мне дай мое а Всевышний Аллах сохранит этот дом он сказал на ладно бери и сразу сказал я не пришел воевать с вами то есть жителям Мекки я не буду с вами воевать я просто разрушу эту Кабу и уйду оттуда хорошо говорит Абдуль-Муталиб твое дело забрал и ушел разбежались Абдуль-Муталиб приходит сообщает народу и все направились на гору смотреть со стороны что произойдет эта войска решила что она справится и только тронуться вперед не может тронуться вперед то есть слоны не идут вперед идут направо идут налево назад вперед не идут все Аллах защищает это место и не могут пойти никак и Всевышний Аллах посылает птиц которые кидают камнями на кого бы ни попало они умирают то есть на самом деле это большое чудо это величайшее на самом деле чудо и здесь обратим в этом рассказе мы чуть остановимся именно в этом рассказе и посмотрим на эту картинку со стороны как бы шариата и сравним ее с какими-то местами сегодняшним днем давайте посмотрим на подобную картинку что было во время Бадра Всевышний Аллах говорит во время Бадра было малое количество мусульман у кафиров было намного больше и Всевышний Аллах говорит в таком маленьком количестве на самом деле не смысл что вас мало а смысл а это помощь от Всевышнего Аллаха и не ты когда кидал посланник Аллаха когда сделал дуа вышел против кафиров попросил немного пыли камней земли и бросил на них смотрите давайте посмотрим со стороны просто даже представить враги против мусульман и посланник Аллах выходит простое дело делает берет немного земли и кидает в их сторону и когда он кинул эту пыль эту землю всем попало в глаза и Всевышний Аллах говорит и не ты кинул когда кидал однако Аллах кинул ты сделал это но Всевышний Аллах донес эту пыль всем в глаза и они что начали отвлекаться терять свои глаза и убегать Всевышний Аллах скажем унизил их этим самым и после этого мусульмане победили посмотрим со стороны человек берет бросает какую-то вещь в землю кидает и просто вот этот один бросок все проигрывают все армия садится в три раз сильной армия она проигрывает от одного броска опять же здесь посмотрим посланник Аллаха что сделал в начале сделал дуа сделал дуа братя прибег к Всевышнему Аллаху и после этого встает и кидает это указывает что каждый человек первую очередь должен делать дуа каждый человек должен делать дуа и посмотрим на картинку которая произошла с птицами которые закидали тех которые хотели разнести кабу люди отошли просто все со стороны и Всевышний Аллах унизил точно так же как посланник Аллах просто сел кинул и Всевышний Аллах унизил подобная картинка и в исламе есть она поэтому важная вещь играет роль а это вот этот тавакуль упование человек не должен на самом деле бояться мощи то есть силы те которые есть потому что все это в руках Всевышнего однако должен в первую очередь делать тавакуль делать дуа Всевышнему Аллаху дальше идем здесь если мы заметим из случаев который был упомянут а это тот человек когда услышал что построили церковь он пошел нагадил в этой церкви можно ли сейчас сказать сегодня давай пойдем сделаем церковь которая у нас есть то улема за церковь когда говорят на самом деле тавсыль упоминают рушить церковь рушить церкви когда рушится церковь а когда остается церковь в этом вопросе есть как бы тонкости и сегодня это практически невозможно то есть эти ахкамы использовать практически невозможно отсутствие то есть возможностей и последствия которые могут идти но сегодня максимум человек что может и то что было и происходит а это идут камнями закидывать стекла церкви или что-то еще сделают максимально навредять церкви это может быть это происходило в Аллаху Алим нету вообще вот такого в основе улема когда говорят они говорят либо разрушать либо оставлять при каких-то обстоятельствах но чтобы вот такой шаг идти и не туда и не туда никакой пользы от него не несет никакой пользы от него не несет ну и что ты сделал эта церковь построена для того чтобы туда никто не ходил то есть реально здесь смотрим кто туда ходит никто туда не ходит а если ты это сделаешь максимально еще больше на ислам в тот момент когда мы и так еще слабы еще больше начинается словно мусульман поэтому такие шаги это я считаю вообще никакой логики в ней нету никакой логики в ней нету также из этого из этой картины мы видим холяма упоминают в этом случае то что арабы араб арабы они на самом деле собой ничего не представляли либо они служили тем странам которые были более сильны либо они просто существовали и не более и после этого когда ислам пришел арабам они поднялись они действительно сильно поднялись и Всевышний Аллах хоть не посылает послание арабам Всевышний Аллах не говорит о арабы однако Всевышний Аллах зовет я о юганас о люди потому что послание не только к арабам а послание ко всем людям это указывает на что? на то, что мы должны вопрос национальности убирать мы не должны справедливость судить по национальности справедливость судится по закону ислама а если люди будут судить по национальности то они конечный итог могут выйти против мусульман раз он с моего села, раз он с моей местности значит я за него хоть даже это будет против ислама что ли? поэтому этот вопрос надо как бы скажем, это большой один отдельный вопрос а это когда люди начинают возвращаться к джагилию также здесь из вопросов мы видим братья Ат-Тавакуль Абдул-Муталиб сказал вы идите делайте, Аллах сохранит этот дом это Тавакуль и здесь Всевышний Аллах как сказал разве мы не сделали как бы вот этой хитрости то есть хитрость тадлиль то есть они не смогли достичь своей цели они не смогли свою хитрость использовать братья если мы посмотрим на этот аят этот аят братя Всевышний Аллах говорит не просто Всевышний Аллах обрадовал не просто Всевышний Аллах обрадовал когда погубил этих людей однако указал еще на другую радость то что Всевышний Аллах хитрости кафиров против них же делает то есть когда кафиры против мусульман что-то строят какие-то хитрости Всевышний Аллах может против них их сделать и в этой в этом рассказе мы это видим здесь если человек скажет на самом деле почему Абдул-Муталиб не приказал Мекке встать против такой армии то Алимак говорят то что на самом деле когда он сказал этот дом сохранить Всевышний Аллах это указывает на не просто он затрусил отвернулся испугался на самом деле там указывает на то что он наоборот этими словами устрашить их хотел что если вы будете воевать то вы будете воевать со Всевышним из-за этого здесь как бы не указывает на трусость также здесь указывает на то что хорма а это запретность этого дома Всевышний Аллах сохранил этот дом сам защитил этот дом обратите внимание а в другом хадисе пришло посланник Аллаха саляллаху алейхи вассалям посмотрев на Кабу сказал что жизнь мусульманина лучше чем ты величие чем ты по другому скажем убить мусульманина больше грех чем разрушить Кабу и теперь Всевышний Аллах наказывает людей которые хотели разрушить Кабу таким методом а как он накажет того человека который убивает мусульманина представим сегодня человек если хочет разрушить Кабу какие эмоции будут у людей а если убить мусульманина да нечего много их Каба одна так скажем да видим сегодня если человек какую-то малейшую ошибку делает его сразу убивают его сразу могут убить но перед тем как убить нужно какую-то вещь связать с ним но самое лучше такфир связать а потом убьем давай но просто так же не убьем а и сегодня братья многие за каждую шубга за каждую сомнительную вещь маленькую вещь прицепляются и потом приписывают к мусульманинам что-то и потом идут между ними война идет либо война слов или на самом деле физическая война и здесь один из самых удивительных или самых слабых аргументов или не знаешь как назвать то что когда человек говорит что мусульмане связаны с западом с кафирами здесь надо смотреть на самом деле брать кафиров или брать в помощь кафиров против кафиров в этом вопросе хиляф между улема то есть приходить просить у кафиров что-то против других кафиров мы знаем это хиляф между улема идет одни дозволили одни разрешили при каких-то условиях другие разрешили при условиях когда есть сильная необходимость кафир кто выписывает вопрос чтобы аргумент стоять ставить это будет вообще неуместно поэтому когда человек говорит просто человек связан с западом это ни на что не указывает ну и что связан и что дальше как связан с чем связан что именно конкретно это большой вопрос и нельзя такие вещи делать и потом ругать после этого мусульман это большая ошибка потому что надо знать что улема сами говорят что написали в этих вопросах и вот так просто как аргумент такой сухой кидать это будет несправедливо потому что в этом вопросе хиляф и никто вообще не говорит по крайней мере не видал чтобы куфру выписывал если кто-то запрещает запрещает потому что паса Николас в одном походе сказал мы не берем в помощь себе каферов а в другом походе участвовал с ними поэтому улема хиляф там сделали или из аргументов которые еще слабее человек сидит и жалуется говорит все братья просят трофеи а что не просить это их право если ты у меня возьмешь машину поехать куда-то приехать а потом не вернешь мне эту машину или скажем оттягиваешь каждый день каждый день и я каждый день говорю дай машину и на седьмой восьмой день ты всем идешь и говоришь вот брат плохой брат почему потому что я у него машину взял и потом не возвращаю а он ходит у меня еще просит свою машину ну конечно это же моя машина то есть еще умудряется он фитну делать что я не прав то есть как можно вещи говорить которые всевышний Аллах разрешил и за это упрекать человека они просят трофей а что не просить это же их это их право имеет право человек да конечно ты можешь сказать братья давайте оставим это побудить это другой разговор а упрек еще в аргумент практически как аргумент стоит практически перед куфром не куфром или заблуждением еще что-то это большое заблуждение то что всевышний Аллах разрешил ты не можешь запрещать ты можешь побудить максимально по обстоятельствам и вот такие маленькие вещи берут как аргумент и потом делают кровь мусульман практически дозволенным поэтому здесь братья очень важно перед тем как вопрос крови мусульманина кто-то дозволяет или разрешает кого-то убить из мусульман это очень ответственно он должен понять или должен он почувствовать точно так же как ты сказал иди убей человека что точно так же ты станешь перед всевышним Аллахом и ты тебе Аллах спросит за что ты сказал убей и какой у тебя аргумент какой у тебя был довод если ты в этом дуне не можешь сто процентов ответить как ты перед всевышним Аллахом ответишь у тебя должен быть довод ясным сильным доводом не в том вопросе там где хрена большой и то даже не указывающий на дозволенность крови и поэтому маленький вопросик маленькая проблема становится фитна большая для мусульман не вопрос даже скажем убил человека ты мусульман вопрос что после этого ты убил это просто так не останется это либо тебе будет проблема либо после тебя будут те которые за тобой последуют проблема для этого хорма вот эта запретность по отношению крови мусульман она великая у всевышнего Аллаха и мы закончим на том то что усамин рахим упомянул в своем тавсире в этой суре как пришло в хадисе перед судным днем каабу разрушит человек из эфиопии придет в каабу спокойно пришел потихоньку камушек за камушек унесет каабу перед судным днем всевышний Аллах говорит сохранил эту каабу перед приходом посланника Аллаха потому что появится человек который будет нести или за кем последует вся умма и всевышний Аллах сохранил эту каабу а когда исламская умма испортится перед судным днем всевышний Аллах заберет эту каабу то есть это из мудрости почему всевышний Аллах сохранил каабу до прихода посланника Аллах и почему забирает всевышний Аллах каабу перед судным днем из вопросов здесь быстренько упомяну просто есть вопрос братья как бы случается отдельная картинка случай опять же эти вопросы задавали неоднократно но бывают какие-то случаи отдельные то что вопрос бороды то если мать говорит убирай бороду а ты ее не убираешь что делать и на самом деле как мы сказали и знаем правило то что нельзя подчиняться рабам тому что противоречит слову всевышнему Аллаху всевышний Аллах приказал мы должны слушать приказ всевышний Аллах это первая очередь как точно так же они могут сказать не делай намаз ты что оставишь поэтому ты обязан оставлять бороду но вопрос другой здесь братья это очень важно а если от оставления этой бороды будет еще больше вред то есть мать говорит отец говорит убери он говорит не уберу меня Аллах приказал они прогоняют его с дома или сильно избивают или еще что-то из подобных картин в этом случае можно да в этом случае можно не с той стороны что ты подчинился рабам противоречия правилу нет с той стороны что это меньше вред с той стороны что это необходимость человек должен как-то жить и поэтому это из дороги ты убираешь бороду не с той стороны что ты берешь осушаешься ты не хочешь убирать но ты вынужден но другой еще вопрос важно здесь подметить что когда ты убираешь не убирай прям под резер как я всегда говорил убирай настолько максимально чтобы как бы меньше этой фитны было то есть по другому люди привыкают когда веет хотя бы немного щетина они уже привыкают чуть больше еще привыкают чтобы ты смог прийти к сути а это оставление бороды значит потихоньку немного убираешь настолько чтобы потом ты не раздражал чтобы не было этой фитны которой ты жалуешься поэтому этот вопрос очень важен потому что здесь приобретание меньше из бредов это шариатское правило это шариатское правило аллахуа аллахуа